КОНЕЦ 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 Тай, тай, дядь! Стой! Тай, дядь! Тай, тай! Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Не ходят короли, айтикидон, айтикидинь, не ходят короли. Айтикидон, айтикидинь, не ходят короли. Однажды добрый Дагопер охотился в полях, Но серый зайчик на него нагнал смертельный страх. Айтикидон, айтикидинь, нагнал смертельный страх. Бросим пирожок. А-а-а! Ха-ха-ха! О, эти царственные птицы, какое изящество! А-а-а, Монфарнас! Ах, право! Я охотно бы сам превратился в лебедя. Ох! Рушатка! Да? Мальчик! А-а-а! Смотрите! Монфарнас пришел удить рыбку. Отлично! Ныряет, как тюлень. Ой, право, какой сегодня чудесный день. Чистая работа. А-а-а! Молодец! Молодец! А-а-а! А в рабу! Что это? А-а-а! Смотрите, на беру! А-а-а! 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 Коврош! А-а-а! 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 Иди, мокрая курица. Другой раз, когда захочешь есть пирожки, не пускай пузыри. Я раздобыл себе завтрак. Кажется, он изрядно раскис. Давай попробуем. Ишь хитрый. Гаврош, дай мне маленький кусочек. Держи, на. Книжка совсем размокла. Есть о чем жалеть. За такую дрянь не дадут и пяти сантимов. Если бы я помнил, что она у меня в кармане, я не прыгнула бы за тобой. Эту книгу подарил мне отец. Ты знаешь, в этой книге люди по воздуху летают. Покажи, Гаврош, что это? Это отец и сын. Они построили одному королю на острове Дворец. Их звали Дедал и Икар. А король не хотел с ними расставаться. Он запер их в высокую башню. Тогда Икар решил улететь. И сделал крылья из перьев и воска. Как у птицы? Ага. Но было здорово жарко. Воск растаял. Икар упал в море и утонул. Надо было сделать железные крылья. Железные. Он собирается летать на кастрюке. Тут тебе даже пузыри не помогут. Отец обещал мне сделать крылья. Когда он вернется от каторги. Гаврош, я принесу тебе целый мешок железа. Ты попроси отца. Может он и мне сделает крылья. Мне ведь совсем маленькие. Тебе-то куда лететь? Я уж найду куда. Говорят, есть такая страна, где никогда не бывает холодно. И хлеб на деревьях растет. Ну да, сказал, на деревьях. На, рви. А то вон фараоны. Фараоны? Все фараоны-жулики. Отдай. На, в другой раз не зевай. Отдыхаете, пташки? Ну ты, храбрец. Да, храбрец. О, Гаврош. А, Монфарнас. Пойдем-ка, Гаврош. Ты все где-то продаешь, а? А ты что, соскучился? Давно разыскивал тебя, Гаврош-дрожачик. В карманах у буржуа. Но не твое дело. Ты нам нужен. Арестован Бабе. Мы хотим помочь ему выкарабкаться. Завтра ночью приходи к тюрьме Ля Форс. А что я должен там делать? М-м-м. Пустяки. Ты возьмешь веревку и взберешься по тюремной стене. Пустяки на тюремную стену. Не упрямься, Гаврош. У меня есть для тебя новость. Я видел. Туше. Туше? Он что-нибудь сказал тебе о моем отце? Ха-ха-ха. Стану я с ним разговаривать. Он боится, чтобы его не узнали. Хорошо, я помогу вам освободить Бабе. Но где мне найти туши? Наверное, у жены. Только торопись. Сегодня из дома горбо выселяют. За неуплату. Пойдем, Наве. Сейчас иду. Мы зайдем за тобой, Гаврош. Послушайте, что здесь происходит? Не видите, что происходит? Пусти. Не смей меня трогать, отстань! Ну, жалей, старик. Отойди, я сам. Господин Горбо пожаловал. Передайте господину Горбо, чтобы не задерживался. Господин Горбо, господин Горбо, жальтесь. Господин Горбо, господин инспектор полиции просит вас не задерживаться. Что такое? Господин Жавер просит вас не задерживаться. Пустяки. Еще рассчитаемся с тобой, господин Горбо. Ты что, на галеры захотел? Проклятый буржуа! Давай, Горбо! А, пошел. Ну, подожди, господин Горбо. Мы еще встретимся с тобой. Отцепите улицу. Что ты наделала? Не тронь ее, слышишь? Ах ты гадина! Господин Жавер, решение суда выполнено. Все невнесшие срок квартирной платы выселены. Остановка за прачкой тушей. Говорят, она тяжело больна. Жанна, родная, только не волнуйся. Беги, беги скорее, Ромэн, беги. Хорошо. Успокойся, я пришлю свою сестру. Она увезет тебя. Обо мне не думай, беги. Именем короля откройте. Ломай. Душа. С каторги прямо в Париж? Да. Взять его? Ну. Господин инспектор. Господин инспектор, пощадите, не надо. Жанна. Связать. Жанна. Ведите. Убрать публику. Расходитесь все. Ну. Душа. Душа. Эй. Но вы. А? Душа опять загробастали. Я должен поговорить с ним. Устрой-ка им представление. Сейчас. Я знаю, что делать. Сейчас мы их напугаем. Душа. Душа. Что такое? В чем дело? Кого грабят? Ты что орешь? А ну, пожалуй, вон отсюда. Убирайся. Душа. 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 Это я. Гаврош-то-нардье. Где мой отец? Он тоже бежал. Ведите его вперед, живо. Ведите его вперед, живо. СТОНОБИЛЯНОВИЕ КАРМЯНОДИЯ КАРМЯНОНДУШЕНИЕ КАРМЯНОВИЕ КАРМЯНОМИБЛЯ. Не налаживай свою шарманку, Джузеппе. Сегодня ты здесь ничего не подстрелишь. Я это вижу, Марсель. Сегодня я играю даром. Не плачь мне. КОНЕЦ Перехитрил, старик, а? Ну что ж, посмотрим, какое счастье можно купить на последний грош. КОНЕЦ Да. Держи. Ну, возьми и получай свое счастье. КОНЕЦ Твоя планета Уран. Тебе суждено быть счастливым и жить во дворце. В нем будет столько комнат, сколько у тебя детей. Вот это ловко. Надейся и жди. Мои предсказания щедры, но сам я ночую под открытым небом. Ну что ж, в твоем дворце места хватит для всех. КОНЕЦ КОНЕЦ С некоторых пор я полюбил цветы, мадемуазель. И покупаю их только у вас. Душа? Мадемуазель, прошу. КОНЕЦ КОНЕЦ МАК ЧЕО ТЕЛЬ МАК Ты кто? ЧЕ ОТЕЛЬ НОДА? МНЕ БОХОДИМО ПОВИДАТЬ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОВО СЮДА ПРИВЕЛИ. ПОВИДАТЬ ТУШЕ? КОНЕЦ ПОВИДАТЬ ТУШЕ. ПОПРОБОЙ ОТЕПЕРЬ ПОВИДАЙ. Да, вряд ли он скоро отсюда выберется. Ты так думаешь? Ну, чего вы стучите? Ступайте отсюда, вы здесь больше не живете. Мать ваша умерла. Отца отправили в тюрьму. Миша ломится, словно в собственный дом. Господи, Пресвятая Дева Мария, прости ты меня. Кожи, Андре, куда им деваться? Целой толпой эти люди идут за город. Они роют там ямы и прячут в этих норах своих детей. Завтра и мою семью ждет та же ученик. Наши внуки растут на улице. Мне хочется кричать, парижане. Ведь это вы в 30-м году завоевали свободу. Народ легко увлекается, но так же легко и остывает. Это, говоришь ты, Багарель. Так дальше не может продолжаться. Рабраться за оружием. Париж готов восстать. Народ запуган кровавыми расправами. Ты ошибаешься, Багарель. Он же раз. Народ, совершивший революцию, бесстрашен. И этот народ победит, Багарель. Ты из комитета? Что нового? Друзья, час мужественных решений настал. Комитет постановил призвать к восстанию. Наконец-то. Вот его воззвание к народу. Ура! А если народ не пойдет за нами? Не пойдет народ? Народ, который изнемогает под временем налогов и нищеты? Простой рассказ. О жизни нашего народа леденит сердца. Во Франции 360 тысяч хижин лишены дневного света из-за варварского налога на окна. Есть крестьяне, которые пекут хлеб раз в шесть месяцев. Они разрубают этот хлеб зимой топором и размачивают его сутками в воде, чтобы можно было его есть. Народ готов к борьбе. Да здравствует народ! Да здравствует народ! Расходитесь, жандармы! Спокойствие. Ни один из нас не должен выйти из строя. Расходитесь по районам и будьте готовы по первому зову взяться за оружие. Я берусь доставить оружие. На Монмартре есть оружейный склад. Там свои люди. Очень хорошо, Прове. Действуй. Я поговорю с каменщиками Менской заставы. Мадлен! Жак, отпечатаешь сегодня же ночью и передашь Мадлен. Хорошо. Почему здесь полиция? Почему здесь полиция? Что с вами, ребятки? Нам негде спать. Только-то! Марш за мной, мелезга! Вы сегодня обедали, ребят? Нет, сударь, мы ничего не ели с утра. У вас нет ни отца, ни матери? У нас была мама, она умерла. Мы жили в доме Горбо. В доме Горбо? Уж не дети ли вы туше? Да, сударь. Вот так история. Ну ладно, малыши. Сейчас у вас будет ужин. Пошли со мной. Ну ты! Чего пришел? Здесь не подают. Убери свои грязные лапы. Отойди, отойди. Хлеба! Ну? Ну? Эй, Гарсон! На все деньги хлеба! На деньги? Пожалуйста. Это что такое? Давайте нам белого хлеба! Лучшего белого хлеба! Я угощаю! На строе, Гарсон! Режьте на три части! Пожалуйста. За деньги хоть на шесть. Лопайте, ребятки! Ну, пошли, пошли! Я боюсь! Что же вы остановились? Идите за мной. Так. Так. Ты живой, Слон? Нет, это памятник. Карабкайтесь. Я расположился в его брюхе. Правда, я еще не успела нанять швейцара. Придется самому открыть дверь. Ой, как темно. Ничего, сейчас мы зажжем канделябры. Ну, полезай с пигалицей. Здесь и для вас хватит места. А что там? Там у меня гостиная. Здесь спальня. Вот вам постель. Можете ложиться и дрыхнуть до утра. Я боюсь. Ничего. Сударь, я боюсь. Если я здесь, тебе нечего бояться. Держись за мою руку. Мне ведь больно. Ну, ладно. Больше не буду. Спи. Спи. Сударь! Сударь! Чего тебе? А что это такое? Крысы. Сударь, а что такое крысы? Ну, это такие мыши. Сударь, а почему у тебя нет кошки? У меня была кошка, только ее съели. А кто ее съел? Крысы. Мыши? Ну да, крысы. Сударь, а нас не съедят сегодня мыши? Не бойся, малыш. Заодно ночь крысы тебя не съедят. А завтра утром я приведу тебе отца. Ну, спи, спи. Сударь, а что есть? Не бойся, храбрица. Мы не пошлем тебя спасать боды. Застать бы только гавров. Крысы. 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 Си-си-си! Навэ, Гаврош! Идём, мы приготовили верёвку. Послушай, Туша опять попал в лапы к фараонам. Ты предупреди, Бабэ, чтобы он помог спастись Туше. Тогда я помогу тебе. Ну вот. Может, нам освободить всех арестантов? С нас хватит и своих. В таком случае, я советую тебе оставить дома свою новую шляпу. Тебе самому придется лезть на тюремную стену. А что с ним говорить? Ну, как хочешь. В таком случае, с нами пойдет Навэ. У него шляпа постарше моей. Пошли, Навэ. Ой, Гаврош! 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 Я же говорил! Слушай, Гаврош, зачем нам ссориться? Хорошо, пусть так. Мы тебе в душе, а ты нам в бобе. Мы зайдем за тобой. Ладно. 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 Сюда! Тихо, тихо! Осторожно. Души, твои ребятишки у меня. Почему? Горбо выбросил их из квартиры. Послушай, малыш. Почему не бежал с тобой мой отец? Твой отец не вернется с каторги. Мой мальчик. Он погиб за свободу. Погиб? Значит, я никогда не увижу его. Ужайся, Гаврош. Отцепите район! Уйдем отсюда. Что такое? Ребята! 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 Гавруш, ты здесь? Гаврош, а кто это у тебя здесь хозяйничал? Фараоны! Ты что, умывался? Ещё что выдумал. Брось! Я решил поджечь дом Горбо. Пусть он тоже поспит под забором. А в этом не поможешь. Поджечь? А как же ты его подожжёшь? Купим керосину. А деньги? Завтра надо. Пряничная ярмарка. Пошли. Чтобы раздобыть деньги, мы устроим представление. Пошли. 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 Ты знаешь детей туши? Конечно. Хотел бы я знать, куда их запрятали фараоны. Мадлен! Какой прекрасный утро, Жак. День будет ещё лучше, Мадлен. А вот живые куры, куры. Куры живые, живые куры. Проходи, проходи. Дедал Икар. Моя книга. Проходи. Чего смотришь? Убирайся. Стой! Стой! Книга! Он убрал мою книгу! Держи его! Фиалки! Купите фиалки! Так что? Не пущу! Куда бежишь? Ты что, работаешь с ним заодно? Что вы? Я совсем не знаю этого мальчика! Он разорвал одну из лучших моих книг! Она стоит пять франков! Пять франков! Кто теперь у меня ее купит? Скажите-ка! Вот разорвано! С удовольствием куплю у вас эту книгу! Она купит книгу! Хочешь купить? Плати! Плати! Как вам нравится? Хочешь купить? Плати! Смотри! Попадешься, я тебе покажу! Плати! Раздай и приходи на Монмартр. Мальчик, мальчик, помоги мне перейти улицу. Ты видишь этого человека? Веди меня за... Ну! Пусти! Куда? За тобой фараон. Давай сюда. Здесь еще ни одного вора не поймали. Ты что, хотел что-нибудь свистнуть? Я не вор. Не вор. Если не вор, чего же за тобой гоняется полиция? А ты думаешь, полиция гоняется только за ворами? Ага. Послушай-ка. Не встречал ли ты среди гамайнов мальчика по имени Гаврош Теннердье? Гаврош? Да. Встречал. Это хороший малый. Да. А зачем он тебе понадобился? Видишь ли, отец этого мальчика погиб на каторге. Я бы не хотел, чтобы его сын стал вором. Что с тобой? Что? Ладно. Я потолкуюсь с ним об этом. Я пошел. Постой. Не можешь ли ты передать от меня Гаврошу вот эти деньги? Не надо. Я сам могу заработать. Ты? Вон оно что. Весенние фиалки, фиалки, весенние фиалки. Сюда, сюда, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Хороши фиалки сегодня. Здравствуй, Матлет. Здравствуй, тетушка. Хороший денек сегодня. Чем пахнут фиалки сегодня, Матлет? Порохом. О, славно, дай. Весенние фиалки. Тебе фиалки? Идите всех к балагану фокусник, и надо собрать всех наших, понял? Передай друзьям. Так вот, какими фиалками ты торгуешь? Какими? Ну-ка, пойдем со мной в полицию. Ну что, в полицию? Полиция, полиция! Но-но-но, не трогайте меня! Не трогайте меня! Единственная гастроль знаменитого фахира Востока и Запада! Дальше, да? И вращение лягушки в слонах и слонах кролика! Поторопливайся! Колив свиное исчезновение живой женщины в тумане! Невероятно жуткая игра с горящими факелами! О-ля-ля! И-и-и! И-и-и! Сюда, сюда! Лучший номер за два суток! И-и-и! И-и-и! Лучший номер за два суток! И-и-и! 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 И-и! 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 Кто нам может запретить? Кем запрещено? Вы спрашиваете, кто издал закон? Вот он! Король! Зачем в Париже столько солдат? Три года, государь, как нашим жестким словом мы гибельный подкоп под ваш подводим трон. Быть может, станут вновь свирепые, как мор, те люди, в чьих сердцах страданье и позор. Титул ваш! Не признанный никем! В корзину скатится, а кровавлён и нем! Вот чем развлекается народ! Парижане! Парижане! Рабочие на Манмар пристроят баррикады! Вперёд! За свободу! Арман! Луи! Выломайте ворота и тащите на баррикаду! Гастон! Надо достать жаровну! Фролан! Давайте-ка сюда оружие! Скорей! А Пруве всё нет! Да разве ты не знаешь Пруве? Он будет рыскать по Парижу, пока не набьёт свою тележку оружием доверху! Вот что! Возьми своих каменщиков и укрепи низ баррикады! Ладно! Каменьщики менской заставы! За мной! Стой! Сыграй нам песню свою, старик! Стой! Кто идёт? Погоди! Эй, вы! Любители музыки! Кому не хватает инструментов? Идите получать! Да это Пруве! Наконец! Ну, крошка, слезай с арсенала! Разбирай оружие, ребята! Молодец, старина! Что ж, теперь гостя могут являться! На этих инструментах мы им сыграем хороший тушь! А это что такое? Оружие! Я прихватил его в одном музее! Лишнее оружие никогда не помешает! Вот! Меч самого Карла Великого! Как раз для тебя, Тур! А ты вылитый Карл Великий! Вот это хорошо! Я чертовски проголодался! С чем там у тебя суп могли? С фрикадельками! Ого! С фрикадельками и свинца! А не маловато ли? А вот мы прибавим! Друзья! Нужно бы достать еще немного свинца! Только побыстрей! На баррикаду Сен-Марти! Стой! Стой! Куда? Стой! Ты куда бежишь? Ты разве не знаешь, что здесь нельзя ходить? Ты куда бежала? Тут недалеко, к бабушке! К бабушке! С каких это пор гвардейцы стали воевать с женщинами? Ах! 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 Ты какая! Ха-ха-ха-ха-ха! Это еще что такое? Ну, вот, тронуть нельзя! А в это время восставшие грабят винную лапку! Где? Кто грабит? Вон там, за углом! Бежим! К бабушке собралась? Да. А, цветочница. Недурная встреча для начала. Гвардейцы, ко мне! Ты куда? Пусти! Стой! Гвардейцы! Держи её! Держи её! Давай сюда керосин. Смотри, не обли мне штаны. Сейчас мы устроим из этого дома факел. Пусть полюбуется господин Горбо. Гаврош, ты не вздумай только разводить костёр вдоль фасада. Гюльмера и Бабе хотят поработать здесь в роли пожарных. Они будут таскать вещи из огня. Тебе понятно? Те, что поценнее. Я разожгу огонь здесь, иначе дом не загорится. Ну-ну! Ты ведь сам знаешь, чем это пахнет, если Гюльмера и Бабе напрасно придут сюда. Валютки! Дурак, неужели ты думаешь, что от твоих щепок загорится этот... Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Давай, давай! Чего? Гаврош! Что? Куда? Ну, Гаврош! Мадлен! Что с тобой? Гаврош, мне необходимо пробраться на улицу Сен-Марти. Меня узнал буржуа. Я шла с запиской от Туше. Туше? Где он? Ты что, не знаешь? В Париже восстание. На улицах строят баррикады. Как мне выбраться отсюда? Гаврош, дружочек. Ты что же медлишь? Тебе мешает эта дама? Мы можем убрать ее. Не суй нос в чужие гаврошки. Гаврош! На улицах строят баррикады. Ну, начинай! Сегодня иллюминация не состоится. Ах, вот ты как заговорил. Да он струсил. Для своего фейерерка сам доставай свечи. Не уйдешь? Пусти! Ну, попадись ты мне. Мадлен! Тебе здесь не пройти. Я отнесу твою записку. Ты? Хорошо. На. Только смотри. Смотри. Сомневаешься? Ладно. Передай туше, что записку понес Гаврош, сын каменщик от Энер-Дье. Король наш добрый, так Гаврош, забыл надеть штаны. А без штанов, сознайтесь вы, не ходят короли. Ай-тики-дон, ай-тики-динь, не ходят короли. Ай-тики-дон, ай-тики-динь, не ходят короли. Король наш добрый, так Гаврош, забыл надеть. Хм, неплохая тележка. Она может пригодиться для баррикады. Эй! Мобилизованная труха. У-у-у, видно, напился со страху. Ну-ка. Фундир тоже пригодится. Ты куда бежишь, дурной мальчишка? Сударь, я вас еще ни разу не обругал. За что же вы меня оскорбляете? Я тебя спрашиваю, ты куда бежишь, негодяй? Ой! О! Стой! Стой! Виноват. Чего вы хотите? Очень немного, сударь. У меня здесь за углом магазин церковной утвари. Ведь если дело пойдет так дальше, то у меня не останется ни одного покупателя. Я все-таки не понимаю, чего вы хотите? Не будете вы так любезны, сударь. Пойти убивать друг друга, виноват, немного подальше. У меня из-за вас остановилась вся торговля. Мне же ведь нужно платить налоги. Ну? Виноват. Не лучше ли вам будет перенести вашу баррикаду ну, хотя бы сюда, на площадь ратуши? Виноват, конечно. На площадь. Нет уж, а разрешите нам остаться здесь. Может быть, вам могли бы пригодиться церковные купели. Они сделаны из превосходного свинца. Свинец? Ну, так тащите же сюда ваши купели. Виноват. Мы вам заплатим. Через четверть часа они будут у вас. Вот и давайте, к чему. Туши. Батальон! Стой! Именем короля приказываю разойтись! К стрельбе! Погой! В атаку! За мной! Вперед! За республику! Вперед! За республику! Ну и погнали! Виноват! Я только хотел сказать вам, что если победа останется за вами, не забудьте, что я был вашим поставщиком. Не забудем, не забудем. Господин генерал, донесение. Орудия готовы? Так точно! Открывайте огонь. Слушаюсь! Начинайте! Огонь! Расходи! Артиллерия! По улицам порядка. Еще? Слушаюсь! Огонь! За мной отходи! Не носите раненые! Боже мой! Там мои дети! Подобав пляж! Собаки! Там еще ребенок! Друзья! Неприятель установил во дворе особняка Горбо пушку. Через час они разнесут баррикаду в щепки. У нас есть только один выход. Несколько человек, переодевшись в форму национальных гвардейцев, должны пробраться во двор особняка Горбо и взорвать эту пушку. С вами пойдет к душе. Здесь все, что нужно для троих. Кто из вас согласен? Меня пошли! Я пойду! Я! У нас только три мундира. Одному из вас придется остаться. Ты мог бы остаться, Пруве? У тебя жена и трое детей. Пусть останется Марсель. У него не меньше. Вы что, с ума сошли, ребята? На войне нечего вести счет всеми. На войне надо воевать. А значит, и сами кому идти. Эй! Гаврош! А кому здесь не хватает мундира? Вот! Здравствуй, приятель! Я привел тебе, Гавроша. А ты думаешь, я не узнал тебя тогда? А когда я шел сюда, я знал, что ты здесь. Я принес тебе ответ с баррикады Сен-Марти. Молодец. Штаб приказывает удержать баррикаду во что бы то ни стало. Удержим? Удержим! Через несколько часов нам пришлют подкрепление. Ура! Ура! Что касается патронов, то их надо беречь. За дело, друзья. Ой, Григорь, все равно. Туше! Туше! Гаврош! Туше! Как хорошо! Я так хотел тебя видеть. Ну, как мои ребятишки? Ой, я устроил их, как ты просил. Я отвел их на улицу Револи к твоей сестре, к тетке. Ну, спасибо, приятель. О! Смотри! Фараон! Кто вы такой? Что? Где? Где фараон? Где? Сейчас же выкладывай все, что у тебя есть. Полицейский! Он составил полицейское донесение о расположении нашей баррикады. У него отмечены незащищенные ворота, которые он охотно открыл бы для господ. Не вышло! Шпион собака! Расстрелять его! А ну! Дай-ка я с ним поговорю. Мы расстреляем его последним патроном, если нам придется покинуть баррикаду. Собака! Расстрелять его сейчас! Но если мы победим, его будет судить революционный трибунал. Правильно! Старая пословица говорит, если ты вынимаешь разбойника из петли, берегись, чтобы он не накинул веревку на твою шею. Верно, тушен! Стало быть, этой веревкой надо связать ему руки. Сечет пара он! Молодец, Гавров! Всех на ду! Музыкант, оставляю вам, а дудку беру себе. Приготовиться к бою! У нас осталось мало патронов. Берите по пять штук. Шагик, караулить ворота! Скорей, баррикадер! Снаряды сюда! Подгони их! Вперед на себя. Не сможешь пройти? Постарайся отвлечь. Хорошо. Живее я умямлю! И так тороплюсь. Стой! Ты куда? Комендатуру. Комендатуру там. Иди назад. Да ладно, ладно. Стой! Куда идешь? Да в комендатуру. Иди обратно. Куда же я пойду? Там комендатура. Где? А ну, поворачивай сам! Кому говорю? Ну, что ты привязался к человеку. Да зачем же я пойду? В чем дело? Да вот, пристал ко мне. Ты кто такой? Я. Я ему говорю, а он... Ты куда идешь? В комендатуру. Здесь нет комендатуры? Нет. В какой части? В нашей части. Документы. Документы? Быстро! Подержи-ка, дружок. Документы у меня есть. Он ходил около порохового побря. Сейчас я вам все документы покажу. Так. Да нет у него никаких документов. Ну-ка, взять его. Есть. Ну, зачем же меня брать? Да меня же... А ну, иди иди! Да вот Капрал меня знает. Капрал! Меня, что ли? Тебя, тебя. Иди сюда. Капрал, ко мне! Подождите, он сейчас скажет. Я тебе покажу. Отрываю это от дела только. Капрал, ты его знаешь? Нет, не знаю. Да ты что, Капрал? Ты забыл. Забыл меня. Чего дурка валяешь? Взять его! Есть. А, взяли! Смотрите! Коронавская пушка взлетела на воздух! Молодчага тушает, а он заткнул ей глотку! Огонь! Вперед! Не щадить никого! Шофер! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Слушай, помнишь, ты тогда меня спрашивал? Так вот, я никогда не был вором. Я только... Ты не беспокойся. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Грош! Назад! Что ты делаешь? Вернись назад! Ничего! Ну-ну, вы! Чёрт! Дай кружьё! Гаврош! Сюда! Всё равно не возьмёт! Не стреляй! Ведь это туша! Догнать! Они не пройдут! Парижане, бей их! Бей! 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 ы! Смотри, Гаврош, как защищает тебя Монмаркет. Видишь? Видишь? Субтитры создавал DimaTorzok Адлин, корзина, патроны. Я принесла. Хорошо. А мое ружье у меня. Хорошо. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ